Здравствуйте! В эфире Океарская студия телерадиовещания. Информационный выпуск новостей. С последними событиями из жизни района вас ознакомят наши корреспонденты и я, Гульнас Ибрагимова. Смотрите сегодня в выпуске. Состоялось главное событие осени – выборы депутатов сельских поселений. Свой профессиональный праздник отметили танкисты. Нестареющие душой супруги Рахматулины стартовали мероприятия ко дню пожилых людей. А теперь обо всем подробнее. В минувшее воскресенье состоялось главное событие осени – выборы депутатов сельских поселений. Введен день голосования. 13 сентября в районе работали 60 избирательных участков, которые ввели свою работу с 28 августа. Наш корреспондент продолжит тему. В ранний солнечный день Лидия Баскакова и Мадина Ишкилина с хорошим настроением спешили на свой избирательный участок, так как к своему гражданскому долгу подруги относятся ответственно. Более того, на данном участке они стали первыми проголосовавшими и за это получили подарок. Баскакова и Мадина Ишкилина Мы голосуем за будущие детей, за внуков, чтобы получили достойные зарплаты, достойное жилье, и чтобы все были достойны здравоохранения особенно, и у нас в Ак-Яре, чтобы было хорошо здравоохранение. Мы голосуем за все хорошее. На избирательном участке 3204, что находился в школе номер 2, села Ак-Яр, всего зарегистрировано 1020 человек. Поток людей шел с самого утра. В штатном режиме работали сотрудники правоохранительных органов и общественные наблюдатели. Выборы для хайблинцев не просто сухая официальная процедура, а настоящий праздник. Благо все условия для этого были созданы. Работал буфет, а настроение поднимала музыка. В 10 утра свой гражданский долг пришел выполнить и глава администрации района. Ак-Ярсы никогда не подвели раньше. Они всегда активно участвовали в выборах. Поэтому, я думаю, и этот раз они придут, отдадут свои голоса. Каждый, значит, должен исполнить свой гражданский долг. И этот раз, я думаю, люди придут и выберут самых достойных, лучших. Оживленно и весело было и на избирательном участке 3205, что находился в здании Роста ДСААФ. Нужно отметить, что это один из больших участков. Его численность составляет более 1600 человек, 13 из которых избрали процедуру досрочного голосования. Общая обстановка нормальная, доброжелательная. Народа с утра было много. И сейчас прибывает, я думаю, комиссия работает, все на местах. Я думаю, что выборы пройдут нормально на высоком организационном уровне. Комиссия избирательного участка 3203, что находилась в районном Доме культуры, на выборах вместе работает уже четвертый год. Коллектив сплоченный и дружный. Своих избирателей, можно сказать, знают в лицо. У нас количество избирателей 639 человек. 6 человек у нас проголосовало досрочно. Но с утра у нас высокая явка. Люди потихонечку приходят. Фанидея Удажбаевой 83 года. Пожилая женщина передвигается при помощи костылей. Однако пропустить выборы не может. Поэтому члены избирательной комиссии сами пришли к пенсионерке. Фанидея Закировна такому знаку внимания была очень рада. И верит, что сделала правильный выбор. Пусть выбирает хороших людей, пусть работают. По результатам территориальной избирательной комиссии лидирует партия «Единая Россия». 84 представителя стали депутатами. От партии «Справедлива Россия» прошли 4 человека. От КПРФ – 3. От партии ЛДПР депутатом стал 1 человек. И самого движенца – 46 человек. В целом явка по районам была очень хорошая. Составила, значит, проголосовали 20 тысяч 64 избирателя. Это от общего количества избирателей составляет 82,13%. Мы считаем, что явка вполне хорошая. В день голосования нарушений каких-то жалоб со стороны избирателей и других участников в избирательном процессе не поступало. То есть, все прошло организованно. В плане исполнения законодательства отработано, уверенно, без каких-либо нарушений. Хотелось бы отметить в некоторых сельских поселениях с наиболее высокой явкой. Самая высокая явка избирателей, зафиксированная в Федоровском сельсовете, составила 88,61%. Далее в Лобишевском сельском поселении 87,37%. И в Бурибае 80,15%. Таким образом, выборы депутатов сельских поселений состоялись. В един день голосования, 13 сентября, район показал хорошую явку. Отрадно, что население высоко отреагировало на свой гражданский долг. Гульнас Ибрагим, Вазуфар Алибаев, Айнур Ахметов, Служба новостей. Пока одни исполняли свой гражданский долг, другие же, отдав долг родине, во второе воскресенье сентября отмечают День танкиста. Профессия танкиста в армии особо почитаема, так как управлять такой машиной доверить не каждому. Танкист – мужественный, смелый и сильный воин, защитник, потому без особого дня тут было не обойтись. Рената Горвата призвали на службу в 2005 году. По распределению парень попал в город Чебаркуль Челябинской области. За время прохождения службы Ренат участвовал на международных учениях, проводимых с Китаем. Подписав контракт, старший сержант служил вместо положенных двух лет, все три. Армию считает интересной и полезной для ребят. Поздравляю всех танкистов района с бронетанковым, с Днем танкиста, желаю всего самого наилучшего. Нынешней молодежи желаю, чтобы никто не отказывался, шли в армию, служили, хоть и год достойно прошли этот путь армейский. Этот праздник был утвержден в июле 1946 года в честь больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме фашистов в годы Второй мировой войны. Сегодня танковые войска вооруженных сил России являются главной ударной силой и мощным средством вооруженной борьбы. В этом году торжественный митинг начался с поздравительной речи председателя Ассоциации воинов-интернационалистов Салавата Юлдашбаева, который в свою очередь пожелал танкистам крепкого здоровья и бодрости духа. Далее официальная часть продолжила с вручением медалей за службу в танковых войсках, которыми наградили Ильгаму Мухамедзянова, Нургалим Мухамедзярова и Ямиля Ибрагимова. Сначала хочу поздравить всех с праздником, днем бронетанковых войск. Служил я, значит, призывался я 13 июня 2008 года и был первым годичником на то время. После учебки в Елане попал в Чебаркуль. И вот сейчас в данный момент мы собрались здесь, собрались отмечать день танковых войск. Бұл біздің байрамы біз, танкистар байрамы. Нейсін тегенде біз ға 17 яшылық егіттер ға тегі уақытта Тауған Елі біз өзінің бүтіндігін, өзінің селысынсын, сақыранысын ұшанып тапшырғанында. Біз анашыл Тауған Елі біздің алдында болған вазифағыз, оға қызмет етігізе. Танкистар бұл қызмет етіп, толы ғымынан азқарып сақтықтар, шонғысын біз Тауған Елі біз алдында намысы біз таза. Хәм мұна танки теген үзігіне, өзінің гіне әйткенді әлі танки теген үзі бір нендейдер ауырлық вис имет етіпті. Біз танкистар бұл. Танкист теген есім ұл шондай емушақта қазірлелі әм еркелеп кіне әйтіп. Құл құл ұл ұл үз, сұйнул көмет. Мероприятие продолжилось на стадионе урожай. Танкисты вспомнили армию, метали гранаты, собирали и разбирали автомат на время, а также продемонстрировали и навыки фигурного вождения. Такие встречи способствуют сплочению солдат, которые проходили службу в разные годы. Одним словом, ребята зарядились огромной порцией позитива и бодрости духа. Бульнас Ибрагим, Зуфар Алибаев, Ильнур Крымгужин, Служба новостей. Служба новостей, Служба новостей, Служба новостей. Служба новостей, Служба новостей, Служба новостей. Служба новостей, Служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...